Добрый день дорогие друзья! И в этом видео я хочу вам показать уже созревшие плоды абрикоса Ничуринский 06. Уже они налились, некоторые из них потемнели, чуть-чуть некоторые покраснели. Сейчас я вам покажу, как они выглядят в данный момент. Вот так вот выглядят плоды. Не все. Все выглядят по-разному. Вот этот в данном случае он еще твердый, а этот тоже твердый, а этот уже мягкий. В идеале, конечно, их срывать. Вот этот уже готов. Вот он. Дождик был, уже треснул. Так вот он выглядит. Вот еще один красавчик. Какая красота. Так, еще посмотрим здесь вот. Верный. Здесь уже что-то кто-то начинает его... Ага, он уже спелый. Ага, он уже спелый. Вот он. Сычки подъедают, видимо. Так, наверху тоже я сейчас с этой стороны зайду. Так, где у нас тут еще? Здесь вот. Вот твердый. Здесь тоже. Твердый еще. Вот еще повисят. Тоже повисит. Так, а здесь? Здесь. А этот тоже мягкий. А можно снять. Вот он. Так, а здесь вот. Этот тоже мягенький. Можно снять. Трескается уже. Так. Пойдем вниз. Так. Здесь вот так. Здесь еще повисят. Здесь тоже повисят. Так. В самом верху. Верхнее. Самого солнца. Эй, у нас уже все. Мягкий. Он даже уже высыхать начал. И еще где-то я наверху видел один, сейчас вот этот мягенький в принципе, что-то сорвать, ищу наверху, где-то тут не вижу, а вот он здесь-то. Вроде бы все из тех, которые можно собрать, здесь еще сейчас один увидел, вот он уже тоже, ну вроде бы все. Плавно переместился на кухню. Вот абрикосы, чтобы показать их вес и размер. Ну вот абрикос один взял, среднего примерно, вот они все такие, 37 грамм. Положим сюда еще парочку. Получается вес трех штучек 102 грамма. Единственный момент, который обнаружил, пока я ехал до дома, они меня здесь краешку уже потемнели очень быстро. То есть они уже соспевшие достаточно были, видимо. И вот они прям быстро потемнели. Вот здесь вот еще один тоже очень быстро потемнел. То есть видимо их нужно собирать вот в такой спелости. Вот еще даже бачок зелененький, но вот здесь вот он потемневший. Не знаю. Может потемнеет какая-то особенность такая. Может быть что-то не хватает каких-то питательных веществ. Не знаю. Если знаете, напишите в комментариях, буду вам очень благодарен. Ну что ж, сейчас давайте пробовать. какой они на вкус. И сын пробовал, сказал, что кожица с небольшой кислинкой. Давайте сейчас попробуем. Сладкие. Даже я сказал, приторно-сладкий вкус. Мякоть достаточно сочная. Без сухости. Кожица с легкой кислинкой такой. В принципе, я бы оценил вкус на 4,5. Сейчас. Я покажу вам косточку. Вот такая косточка. Плоская. Сейчас еще поближе я вам покажу. Вот так выглядит косточка. Небольшого размера. Посмотрим, какой вес у косточки. Косточка весит 3 грамма. То есть, если взять средний выход мякоти, то это примерно около 30 грамм в среднем. Чистая мякоть и без косточки. Ну что ж, а на этом все. Все, что хотел сказать, рассказать про брикос Мичуринский 0,6. В принципе, достоин внимания. Учитывая, что это первый год плодоношения, есть определенный отпечаток непонятных вот таких вот быстрого потемнения особенностей. Если вы знаете, что это такое, напишите, пожалуйста, в комментариях. Буду вам благодарен. А так, я думаю, что хороший экземпляр для посадки в своем саду. Если вас заинтересовал этот абрикос, то в следующем году, в 2021, я из этих косточек выращу саженцы. И также предложу желающим, кто захочет, может приобрести и посадить у себя в саду такой абрикос. На этом все. До встречи в новых видео. Подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, а также выбирать в выпадающем меню при нажатии на колокольчик. Вы хотите получать уведомления о всех видео на канале, либо каких-то выборочных. Это уже решать вам. Но в любом случае, если вы не решите, за вас решит YouTube и сам будет решать, какие видео он показывает, какие не показывает. Поэтому, если вам интересна вся информация на канале Дивный сад, то нажимайте получать все уведомления о всех видео. До встречи в новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok